Возврат товара, купленного в интернет-магазине. Смотрите, статья 26, находится рядом с 25, это важно, полностью регламентирует в законе защиты прав потребителей возврат товара, купленного в интернет-магазине. Сразу же делим все на две больших плоскости. Первая плоскость. Вы купили в интернет-магазине некачественный товар. Это то, что у нас в законе защиты прав потребителей, статья 18. Это что? Это некачественный товар, гарантия, ремонт, возврат денег, возврат денег, не ремонт, а потом, соответственно, замена, Нет возврата денег На ваш выбор Все, что связано с некачественным товаром Возвращается в интернет-магазин Абсолютно так же, как обыкновенный товар Все Вы просто пишете претензии и возвращаете деньги Тут нет ни плюсов, ни минусов Все ровно так же То есть законодателю все равно Вы купили товар некачественный в магазине в живом Или в интернет-магазине Все, эту зону запомнили Как вам подтвердить этот тезис? Открываем статью 26, читаем самый последний пункт Пункт 5 Последствия продажи товара ненадлежащего качества Дистанционным способом Установлены положениями закона 18.24 Все Обычная покупка товара Все Если товар некачественный Все, дальше возвращаем Запомнили Дальше Теперь вопрос о том Что нового есть при покупке товара Именно через интернет-магазин Ну и продажа в магазине Смотрите Почему статья 26 находится рядом с 25 25-й это статья, которая отвечает за Обмен товара, купленного Потому что он не подошел, не понравился Там размер, цвет, габарит, всякое такое То есть обмен товара Обмен, обмен И какая логика законодателя? Законодатель решил так Раз Вот вы пришли в магазин Померили товар И вам вроде все подошло Но вы пришли домой И поняли, что он вам не подходит Вы его можете вернуть Статья 25-я Что требуется для этого сохранения товарного вида Отсутствие фактов того, что товар был использован То есть вы его только померили Там не сорвали ярлыки Еще не износили И соответственно, что его можно обменять Три пункта 25-й статьи Если не подошел товар Это в обычном магазине В интернет-магазин Законодатель решил Что так как вы товар потрогать не можете Примерить не можете Мы ваши права расширим Расширим Хватит думать, что интернет-магазин сужает ваши права Типа раз в магазине То вот это организация Это мест сотрудники Можно все вернуть Но раз интернет-магазин То ничего нельзя вернуть Ничего подобного Интернет-магазин наоборот Дополнительные права вам дает Дополнительные Логику поняли законодатель Потому что товар нельзя пощупать Потрогать, посмотреть И что это за дополнительные права? Первое Соответственно, у нас указано Что вы можете вернуть? Отказаться от товара. Первое – это отказаться от товара. Читаем статью 4, в смысле статья 26.1, пункт 4. Потребитель вправе отказаться от товара в любое время до его передачи. Сейчас, внимание, сделаем паузу. То есть, тот момент, когда вам курьер везет товар, можно отказаться? Можно отказаться. Когда вам курьер привез товар, можно отказаться? Можно отказаться. Когда товар на складе готовится к вашему высылке, вам можно отказаться? Можно отказаться. Зарубили себе на носу четко До момента, когда курьер вам передал товар Можно отказаться на любой стадии И вам вернут деньги, если была предоплата Дальше, это еще не все А после передачи в течение 7 дней То есть вот этот момент, что вам курьер передал Вот эта секунда, когда он передал Она ни на что не влияет У вас еще есть 7 дней, чтобы отказаться Что это за 7 дней? В чем их логика? Логика в том, что у вас есть 7 дней, чтобы оценить А подошел ли товар вам по цвету, габаритам и комплектации Но 7 дней не имеется ввиду активного использования Что товар там уже, знаете, и поцарапали И краска сошла А вы все активно пользуетесь и думаете Подходит он вам или нет Имеется ввиду, что у вас есть 7 дней, чтобы не спеша Поставить его куда-то Прикинуть, подходит ли он по цвету, габаритам и комплектации И размеру И если не подходит, то вернуть Это не 7 дней активного использования Это 7 дней на раздумья Почему они нужны? Ну потому что, например, вам привез курьер А вы вдруг на работу убежали Потом 2-3 дня у вас еще такие дела, такие дела И всегда был изначально у законодателей вопрос Ну а сколько дать человеку время на оценку Подходит или нет? Не на активное использование, а на оценку Это факт Ну решили дать 7 дней В принципе, явно достаточно По сути, если вы даже приняли товар Вот вам привезли И вы резко уехали в командировку Буквально не успев открыть На 5 дней у вас вы вернулись Еще есть 2 дня, чтобы оценить Подходит он вам или нет Все Тут есть интересные дополнительные детали Как этот срок может расширяться Мы их пока что не будем касаться Чтобы вас не перегружать Как написать претензию, кстати На товар, купленный в интернет-магазине Вот только-только я выпустил об этом видео Посмотрите там Если кратко, то пишите почтой Отправляйте за 200 рублей письмо Примерно столько оно будет стоить Один листочек претензии С описью Сотрудник почты поставил вам штамп Дал бумажку о том, что вы отправили В момент этой отправки Все Вот штамп, когда поставили Это и начало даты действия претензии Как круто все сделано, как легко Есть еще дополнительный способ От передачи претензий А точнее, вашего требования в возврате Это через чаты Почту электронную Чат-боты ВК, Инстаграм Все что угодно Да хоть на Ютюбе комментарий написать Тут сценарий не стопроцентный В отличие от почты Но рабочий Сейчас это активно используется Только надо убедиться Надо убедиться Что тот, кто с вами общается Точно может быть идентифицирован Как представитель магазина Это очень важно И что представитель магазина Точно может идентифицировать вас Как потребителя Который купил в этом магазине товар Это принципиальная позиция Суда И она будет проверяться Поэтому, если в этом не уверены Отправляйте претензию Почтой Хотя, знаете, как можно сделать? Можно попытаться списаться Если вам быстро не отвечают Или начинают, как всегда Юлить Там, мурыжить вас Тогда претензию почтой А? Отлично Вот И что еще нам вводит этот закон? Да, собственно, ничего Только поймите Что вот эти 7 дней И отказ до передачи Это на товар Надлежащего качества То есть, это альтернатива Статье 25 Что такое статья 25? Это мы можем вернуть товар Если он не подошел Под среду габаритной комплектации В течение 14 дней По 25-й статье И в течение 7 дней По 26-й статье Да, 26.1 Дистанционный способ продажи Короче Сейчас я вам раскрою Величайший секрет Открою Просто Волосы встают дымом Перечень технических Перечень товаров Не подлежащих обмену Не распространяется На интернет-магазины Конечно, мы сделаем Об этом отдельное видео Потому что это невероятно У нас статья 25 Это обмен товаров Туда, например Что там нельзя возвращать Всякие бытовые вещи Технически сложные товары Сроком грантии Более года и подобное И, по сути, очень многое Нельзя возвращать По 25-й статье Как обмен Мы знаем, что 26-я тяготеет К 25-й Это, по сути, тот же возврат Но Очень важно На нее не распространяется Перечень товаров Которые не подлежат обмена То есть вернуть можно почти все Какие там есть исключения Их гораздо меньше Мы рассмотрим в соседнем видео И Кто-то еще спросит Подождите Подождите Вы сказали, что в 25-й статье Две недели А тут Семь дней Одна неделя Так хуже, что ли, стали Права, получается В два раза срок сократили То есть я когда в реальности Пошел в магазин У меня две недели А когда в интернет-магазин То одна неделя Срок-то да Но вы не обратили внимание На что этот срок У нас в статье 25-й Потребитель вправе Обменять непродовольственный товар В течение 14 дней А обменять Обменять Вернуть-то нельзя По 25-й статье Можно обменять И есть хитрые способы Как можно вернуть По 25-й статье Например Попросить Поменять на такой товар Которого никак уж не будет В магазине Ну а это все уже Такой вопрос Пограничный Изначально 25-я статья Это про обмен А тут у нас Смотрите Потребитель вправе Отказаться от товара То есть У нас получается Что 26-я статья Она взяла Некоторые аспекты Обмена товара 25-й Но поменяла Своё принципиальное значение Это уже не обмен товара Который не подошел Это отказ от товара Который не подошел Что очень круто И в этом есть Глобальное расширение Ваших прав Все Все про онлайн продажу Базовые факты Сказали Конечно нужно сделать Еще одно видео И вам рассказать Про это удивительное свойство Что Перечень товаров Не подлежащих обмену Не работает В 26-й статье Не работает В интернет-магазинах Видите А это супер важно Почему Потому что Я понимаю Что 90% того Что мы тут обсуждаем И перечни Они в жизни Не применимы Но в перечне товаров Которые не подлежат Обмену По 25-й статье Есть что Мобильный телефон Компьютер И все планшеты И вот это Вот это все Что реально заказывается В интернет-магазинах А когда нам говорит Роспотребнодзор Что этот перечень Не применяется В интернет-магазинах Это значит Что мы можем Отказаться От сотого телефона То есть По сути 99% Людей Которые смотрят Мой канал Вот сейчас Вот эта мелкая Фигнюшка Для них критически важна Потому что Они заказывают Телефон В интернет-магазине Очевидно Все Сделаем об этом Отдельное видео Увидимся с вами В следующих видео Ау Хотите поддержать Мой канал Было это видео полезно Очень много людей Спрашивали про интернет-магазин Мы сделаем это видео Специально по запросам Вашим Если видео было полезно Можно кинуть Маленький донат Поддержать наш канал Благотворительным пожертвованием 30-50-70 рублей Будет огромная польза Для канала 30-50-70 А еще 40-60-80 Тоже будет очень полезно Если кинете Такой тоже вариант есть А в целом Спасибо за внимание Увидимся в следующих видео Продолжение следует...